Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» будет важная тема, которую вы меня просили осветить уже очень давно. Это грибок ногтей, ногтей ног, стоп. Как правило, он бывает именно на ногтях ног. Видео будет совсем коротким. Методики решения проблемы понятными. Пару слов об этой проблеме и потом непосредственно методики лечения. Грибок ногтевой пластины – онихомикоз. Это очень распространенное дерматологическое заболевание, от которого в той или иной степени страдает до 20% населения планеты. Возбудители онихомикоза очень быстро размножаются во влажной и тёплой среде, в затемнённых, закрытых, чем-то закрытых местах. Данные грибки микромицеты являются грибками-паразитами. Они есть и в почве, они есть в воде. И человек может подцепить эти грибки не только с несоблюдением правил гигиены, например, в общественных местах, банях, саунах у косметолога, или при процедурах маникюра-педикюра, но и просто непосредственно даже купаясь в пруду, грязном каком-нибудь, идя босиком по земле. Если возбудители есть в данной среде, а человек имеет повреждения кожного покрова, микротрещинки, то этот грибок может в них проникнуть и при благоприятных условиях среды, при том, что иммунитет у человека ослаблен, потому что, помните, всегда грибки, вирусы и бактерии развиваются, по крайней мере, из латентной, скрытой фазы развития в активную, переходит, когда факторы для них жизни благоприятные, а для организма нет человека, да, как носителя. То есть, когда иммунная система, защитная наша, ослаблена. Шелушение кожи, уплотнение слоев могут быть первыми признаками поражения грибка, либо ногтевых пластин, либо непосредственно участков кожи, ну, скажем, пальцев, ну, допустим, ног, хотя и рук тоже. Ну, а теперь, как бороться и победить этот грибок. Грибковые заболевания – это большая проблема. У меня было много видео на эту тему, потом посмотрите, если будет интересно, потому что многие грибковые заболевания, ведь это не только внешние поражения, поймите, это внутренние проблемы организма, и поэтому даже грибок ногтей надо лечить внешними воздействиями, извне, то есть, да, непосредственно обрабатывая, чем и как сейчас я расскажу, и внутренними, то есть, через кишечник и через кровь, безусловно, потому что только кровь переносит питательные, лекарственные, лечебные вещества во все клетки нашего организма, а где, как строятся ногтевые пластины? Собственно, как и волосы, любые покровы организма, все равно питательные вещества переносят именно кровь, и поэтому кровь может переносить и лекарственные, и это нужно учитывать. Итак, воздействие снаружи, воздействие изнутри. Первое, воздействие снаружи. Самые простые, дешевые методы, подручные, самые эффективные в данном случае. Во-первых, два раза в день, можно и три. Нужно делать следующие процедуры. Удобно, конечно, это утром, до работы и после, приходя с работы, следующие. Итак, вы берете перекись водорода и обрабатываете пораженные места. Скажем, ног, я буду про ноги сейчас говорить, это могут быть ногтевые пластины, места прилегания к ногтевым пластинам кожи участки и пальцы, где есть поражение. Если слои кожи толстые, если есть утолщение, сначала распарьте ноги в теплой, горячей воде, в тазике. Это, кстати, можно сразу делать в содово-соляном растворе. Когда берется, скажем, на три литра воды, столовая ложка соды, столовая ложка соли, можно сделать даже три столовые ложки соли, распарьте при хорошей температуре, ну, которую вы можете терпеть, то есть, довольно-таки теплой. И когда ногти и кожа станет мягкая, вы просто ножничками, щипчиками, там, пилочками удалите лишние слои и, когда уже кожа будет максимально мягкая, ногти без лишних наростов, то тогда вы берете перекись, наносите на ватный диск или на ушные палочки, в зависимости от зоны поражения, для удобства большей площади можно брать, наносите перекись или просто из тюбика льете, чтобы эти участки были обработаны перекисью, причем с запасом, то есть, не только сам участок поражения, но и сантиметра вокруг, как минимум, здорового участка кожи. Перекись высыхает, вы наносите еще раз, и так два, либо три раза, если не лень. Когда перекись уже подсыхает во второй, либо в третий раз, вы берете заранее приготовленную в аптечке любого человека, это должно быть обязательно, как и серебряная вода, коллоидное серебро, прополис, 50-60% настойку на спирту. Знайте, что это пчелиный клей, и он является и противовирусным, противогрибковым, противобактериальным сильным средством, плюс обезболивающим, плюс образующим корочку стягивающим, в общем, мощная защитная такая будет поверхность пленка образовываться. Так вот, что вы делаете? Вы просто потом наносите на поврежденный участок ногтевых пластин, кожи, прополис. Цвет после обработки должен быть, ну, примерно как у йода, то есть, коричневый, темно-коричневый цвет. Причем прополис вы также наносите два-три раза подряд. Высохло, еще раз нанесли, поскольку спирт быстро испаряется, корочка быстро довольно-таки образуется, вот нанесли второй раз и третий. Чтобы не испачкать носки или там чулки, вы можете взять, когда уже все высохло, но оно все равно обладает такой клейкой консистенцией, берете ватный диск, вот так прижимаете, плотно-плотно потом отрываете, ну, просто снимаете спокойно, и часть ватки пристает к поверхности, обработанной прополисом. Тем самым вы уже не испачкаете носки и так далее, но защита уже есть. Итак, идете на работу, вечером приходите, и когда время появляется, делаете ту же самую процедуру. Распариваете в банке, снимаете все лишнее, это очень быстро. Потом вы обрабатываете перекись, а потом опять прополисом. Такие процедуры нужно проводить две-три недели подряд, а лучше месяц. Практически всем, 99% людей, уже только этого будет достаточно. Но помните, дорогие друзья, что грибки не только поражают внешние поверхности, но они есть и внутри. Это отдельная тема, изучите этот вопрос. Не ленитесь смотреть мои видео на моем канале в YouTube, там огромная важная, ценная информация. Поймете сами, просмотрев определенное количество моих видео, по ссылочке под этим видео будут рекомендации. Идем дальше. Вы можете посмотреть мое видео о соде, кстати. Но что касается обработки наружных поверхностей, можно покупать обычную дешевую соду, потому что только для внутреннего применения она должна быть действительно химически чистой. А для наружного, как я говорил в том видео, может быть, самая обычная дешевая это никакого значения не имеет. Если у вас большие зоны поражения, ну, скажем, не только на ногах, вы можете принимать еще содовые ванны, о которых я как раз вот в этом видео рассказываю. Но, если только ноги, делайте ванночки именно ножны. Для этого достаточно тазика и буквально нескольких литров воды пропорцию я сказал. А теперь про внутреннее лечение. Итак, есть такая наука фунготерапия. Фунготерапия это наука, которая изучает высшие безидеальные грибы с их лечебными свойствами. Тысячи лет люди знали, как лечат грибы и травы. И это древнее знание, это настоящая истинная медицина, идущая корнями, как говорится, в тысячелетия. Само естество природы и связи человека с природным миром, естественно. Не говоря ничего лишнего, скажу лишь сразу, что нет ничего сильнее средства, которое называется гриппогарик бразильский. И, разумеется, этот препарат есть у нас на сайте надгард.ру. Применение агарика бразильского даже в самых сложных ситуациях почти на 100% гарантирует излечение от грибка. Применять нужно минимум 2 месяца подряд, лучше 3. Применять я рекомендую именно водорастворимую форму гриба агарик бразильский. Он идет в Саше пакета в виде кристаллического порошка, как и веселка, и шитаки, кто из старых зрителей знает моих. Но применяется он так. По одному Саше пакетику два раза в день пакетик открывается, высыпается в рот порошок. Заранее приготовленный стакан воды на столе, чуть теплой, но комнатной температуры. В рот наливаете немножко воды, так буль-буль-буль языком, размешали, проглотили и запили этим стаканом воды. Таким образом, два раза в день. То есть, две коробочки потребуются на один месяц лечения. Веселка, водорастворимая форма по одному Саше пакету два раза в день, точно так же, только за 20 минут до еды тоже две коробочки на месяц потребуется. Ну и шитаки, водорастворимая форма по одному Саше пакету два раза в день, Также две коробочки потребуются. Вот это, что называется троица. Одно дополняет другое. В комплексе это одна из самых сильных фунготерапии комбинаций. Если у вас очень серьезные зоны поражения, большие, обширные, и вы долгие годы не можете излечиться от грибка стоп, рук, ног, кожи, головы, то я советую применять помимо этой комбинации минимум 3 месяца через день свеча-агарик ректально на ночь. Вставляется в каждой коробочке 10 штучек свечек, поэтому, соответственно, их хватит на 20 дней. Вам нужно минимум 3 месяца. Итак, применяя наружные меры и внутренние меры, вы, конечно же, избавитесь от грибка ногтей. Это и есть комплексный системный подход. Конечно же, учтите еще один очень важный момент. Хотя бы в период лечения, на эти 2-3 месяца, обязательно уберите из рациона питания все сладости синтетического характера, то есть в которых есть сахар. Я советую даже убрать фрукты и ягоды, то есть все сладкое. Потому что пища для грибков – это всегда сахара основная. Безусловно, кожные грибки – это своя специфика. Они питаются кожными покровами, как раз ногтевой пластиной. Но помните, что 100% результат дает соблюдение именно комплекса мер. Вы просто должны знать, от чего бывают грибки, что есть грибки. То есть, что это низшие грибки микромицеты. Не путайте их с высшими баздиальными грибами, то есть с белыми лисичками, мухоморами и так далее. Это совершенно разные организмы. И более того, я вам скажу, что как раз в природе-то высшие баздиальные грибы имеют в своем составе определенные вещества – полисахариды, фитонциды, которые как раз подавляют рост и развитие низших грибков микромицетов. Именно так в природе осуществляется контроль, чтобы они, низшие грибки, не размножились и не погубили всю экосистему, всю биосферу и всех, что называется, животных и высшие растения. В завершении еще раз скажу, для кого-то будет достаточным только наружные виды обработки и, возможно, ваш иммунитет более-менее стойкий, и этого будет достаточно. Ну а кому нет, или хуже не будет однозначно, а только лучше, вы можете принимать меру полную комплексную. Ну и для вашего удобства для ликвидации грибка ног, стоп, ногтей, я создам и на нашем сайте nadgar.ru будет этот набор. Ну и по ссылочке он же будет здесь под этим видео. Чтобы вы не искали, там, и сами выбирали вот эти все товары по отдельности, хотя вы можете это сделать и сами, там, на месяц, на два, по отдельности, только гриб-агарик и свечи-агарик. Это тоже большинству людей поможет, потому что именно самые сильные действующие вещества против этих грибков именно в агарике. Но в комплексе, который я рекомендую, это, конечно, будет лучше. Ну вот, собственно, и все. Выбирайте свой метод. Пробуйте, может быть, и с малого. Если у вас на начальных стадиях участки поражения маленькие, вам этого будет достаточно. Укрепляйте иммунитет, потребляйте дегидрокварцетин в обязательном порядке. Посмотрите вот это мое видео. Обязательно посмотрите мое видео про брокколи и про ростки брокколи. Иммунитет будете сильнейшим образом укреплять. Ну и, конечно, про куркуму и черный перец. Итак, эти видео посмотреть я вам рекомендую. Не пожалеете, поверьте мне. Ну а на этом все. Всем хорошим, честным, порядочным людям. Я желаю крепкого здоровья. И до новых встреч, до новых моих видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, поддержите мой канал. Ну и, конечно, подпишитесь на мой канал, а рядом нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну и, соответственно, посмотреть их. На этом все. До свидания.